Добрый вечер. Это программа «Археология». Последняя в этом году, последняя вообще разговорный эфир в уходящем 2013 году в эфире «Финам.ФМ». Остается у нас меньше четырех часов до нового 2014 года. И мы приветствуем вас из этой студии нашей здесь на метро «Серопуховская». Вы, наверное, все уже в праздничных приготовлениях. И мы предлагаем вам обернуться на 2013 год с точки зрения, ну так скажем, времени, которого вы провели в сети. Подумайте, сколько времени за ушедший год вы провели в сети, вы провели за компьютером. Я не знаю, боюсь ошибиться, но мне кажется, что сетевое времяпрепровождение становится одной из важнейших категорий деятельности человека. После сна и, скажем, работы, и уже очевидно, наверное, больше времени, проведенного перед телевизором. Если сравнивать, скажем, если брать аудиторию «Финам.ФМ», такую сетевую, продвинутую. И в самом деле, мне кажется, что уходящий год, 2013, стал каким-то, не знаю, ну не переломом, но очень важным в том смысле, что мы стали гораздо больше проводить времени в сети. Мы, как сказала бы Света из Иванова, мы стали более лучше коммуницировать. Как заметил один мой молодой достаточно коллега, глядя на статусы людей в Фейсбуке, люди в 3, в 4 часа, в 5 часу утра отвечают. То есть взрослые достаточно люди, да, в возрасте заросной группы старше 30, старше 40 лет, сидят в социальных сетях до 4, до 5 часов утра. Раньше этим, вроде бы, отличались студенты. А сейчас вот это вот сетевое времяпрепровождение очень сильно повзрослело. Вот об этом мы и хотели сегодня поговорить. У нас в гостях исследователь компании «Радость понимания» Дмитрий Соловьев, который в последнее время написал несколько интереснейших статей про цифровой детокс, про медиаскетизм, про то, существует ли такая вещь, как интернет-зависимость, сетевая зависимость. Так что вот об этом мы сегодня и хотим и поговорить. Добрый вечер, Дмитрий. Скажите, вы квалифицируете интернет-зависимость, сетевую зависимость, как болезнь? Смотрите, когда вы говорили во вступлении, очень интересную вещь сказали, что мы очень много времени стали проводить в сети перед компьютерами. По-настоящему, в последнее время мы даже не сколько в сети перед компьютерами проводим, а в сети на улице проводим. Ну да, перед нашими, собственно, девайсами. Компьютеры, я собирательно говорю, да, перед экранами. Те мобильные технологии, мы 5 минут в сети, 5 минут не в сети. Когда выступаем на презентациях, мы очень часто используем метафору молнии. Реальный виртуальный мир, они соединились как на молнии, и очень сложно определить, где ты в сети находишься, где ты не находишься. И поэтому, скорее всего, та сетевая зависимость, которая у нас сейчас присутствует, это даже не зависимость от компьютеров, а зависимость от присутствия в сетевом мире. И если говорить об интернет-зависимости, вот недавно исследователи сказали, что, скорее всего, такой термин, как интернет-зависимость, она может даже скоро отмереть, потому что более актуально говорить о сетевой зависимости, как зависимость от способа общения, от способа доступа. И в этом плане, конечно же, хотя само понятие сетевой зависимости, оно не внесено в реестр психологических заболеваний, как психологическое. Там есть зависимость от веществ каких-то, Это единственная психологическая зависимость, которая там есть, это зависимость от азартных... От азартных игр. Игромания, или как она называется? Да. Светлая зависимость, пока она как бы находится вне этого реестра, хотя западные исследователи и западные врачи, они предлагают курсы по изучению её, по лечению. Я считал, у вас там, вы пишете, что где-то предлагают в Америке курс 14 тысяч долларов. Ну да, это один из американских психологов, который практически с самого начала продвигает эту тему. Наверное, очень сложно с ней расстаться. И хочется каким-то образом... Но, с другой стороны, я знаю про случаи, когда врач больницы организовал целый корпус для лечения сетевой зависимости, и в течение года он его закрыл, потому что оказалось, что люди в сеть идут не просто ради других каких-то причин. Надо устранять другие проблемы, и тогда проблемы сетевой зависимости их не будет. Ах, вот как! То есть сетевая зависимость – это признак какой-то другой патологии у человека, что-то не в порядке в другой части его жизни и психики, и поэтому... Можно сказать так, да, что когда у человека там начинаются проблемы в личной жизни, например, он начинает больше проводить времени в сети, вот, у него становятся появляться такие различные странные статусы там, например. Ну, это как одно из направлений. И по-настоящему, как бы, конечно, чтобы понять, почему мы проводим время в сети, надо сделать шаг назад и понять, как бы, что вообще в нашей жизни происходит. Ну, это и если говорить именно про зависимость, когда она мешает. Хорошо. А если мы зайдём с другой стороны, если я выступлю адвокатом дьявола, зачем, почему наделается это зависимость? Это новый способ бытования? Это как бы новая антропология? Сеть стала неким новым жизненным пространством, которое мы осваиваем? Ну, да. Совершенно верно. Вот. Это, ну, как бы, совершенно правильно говорить. И я, наверное, вы меня будете много спрашивать, я буду много отвечать. И мы тут будем, ну, как бы, очень много ругать интернет. Я, как бы, хочу сразу откреститься от этой темы. Я ни в коем случае не считаю, что интернет – это зло, что, как бы, у него очень много положительных эффектов, очень положительных качеств. Просто, как бы, в моих исследованиях я исследую его тёмную сторону, так сказать. Ну, да. Ну, вы знаете, я думаю, тоже так методологически сказать, примерно то же самое, что говорить о деньгах, да? Деньги – зло. Деньги – не зло. Как сказал Маркс, деньги – не вещи, а отношения. То же самое интернет – это не вещи, а отношения. Он является в том смысле злом, в котором злом его делаем мы, да? Ну, вот, хорошо. Вот тёмная сторона интернета. В чём, так скажем, симптомы вот этой интернет-зависимости? Вот то, что тоже у вас я прочёл, есть понятие, как eye disorder, eye болезнь, да, интернет-болезнь. Какие симптомы этого заболевания? Вернее, даже не симптомы, а последствия этого заболевания. Ну да, как бы, мы можем говорить о зависимости только с тех пор, как человек сам признается, он скажет, мне это и мешает. Мешает. Соответственно, мы можем составить какую-то матрицу тех угроз интернета, которые он несёт. Но по-настоящему их довольно-таки много, их можно перечислять по пальцам. Я бы выделил там, наверное, какие-то 3-4 наиболее важных. Вот. Но это, наверное, интернет, он может человек ощущать, что он влияет на его работоспособность, потому что информация стала доступной, её стало много, и человек, сидя там за рабочим столом, ну, если брать, среднего офисного менеджера, вот, или просто человека, который, ну, работает не в каком-нибудь там разговорном жанре или не перемещаясь физически, ну, он 8 часов там находится перед компьютером, у него существует проблема того, что вместо того, чтобы работать, он может переключиться на какой-то другой, ну, известный, как бы, прокрастинирующийся эффект. Почему многие работодатели блокируют, да, социальные сети? Ну, да. Вот. Другой стороны, как бы, ну, вот тот же исследователь, он говорил, что, ну, проведил исследование среди студентов и говорил, что люди, которые не откликаются сразу на СМС или, например, на почтовые сообщения, у них успеваемость намного лучше, чем те, которые отвечают, как бы, сразу, поэтому... Это тоже синдром, да? Синдром моментального ответа. Ну, да, потому что мозг начинает тратить свои ресурсы, вместо того, чтобы закончить работу на задачи, он переключает, тратит свои ресурсы на быстрый ответ, и поэтому, как бы, там, люди, которые занимаются... Ну, это вообще тема для людей, которые занимаются личной эффективностью. Вот. Они советуют там меньше оставлять упоминаний, ну, чтобы мгновенные упоминания сразу не появлялись, отключать вибрацию, чтобы, как бы, если ты работаешь в потоке, ты работаешь в потоке, отвлекаться там. Ну, вообще, очень работа современного человека, если смотреть, он, как бы, она очень частична. Ее можно сравнить с тем, что, когда человек, например, сталкивается с какой-то сложной задачей, которую он не может решить, вместо того, чтобы сделать усилие и решить ее, он переключается на более простое. То есть представьте, например, бегун, спортсмен, который бежит бег с препятствиями, и рядом с каждым барьером он останавливается, курит, достает смартфон, смотрит что-то, потом ленивый перешагивает и бежит до следующего. Ну, то есть иногда можно вот так вот. Потеряв, потеряв на накат, так сказать, набег, да, скорость, скорость и темп и так далее. Особенно, как это работает, не особо интересно. Хорошая метафора. Ну да, когда есть какая-то сложная задача, ты с удовольствием легко моментально отвлекаешься на ответить на какой-то мейл, который вдруг кажется очень важным. Так что здесь может быть такой совет, что отключить все напоминания, да, вот эти вот бибиколки, звонки. По возможности помнить, да, об этом. Вибрацию. Да, то есть, ну, по большому счёту, здесь, мне кажется, дело не только в сети, да. Вообще современный человек обладает гораздо меньшей способностью концентрации. Это же все психологи и детские психологи отмечают. То, что дети, скажем, не способны воспринимать большие массивы текста, не способны прочесть книгу. Да, по-моему, там средняя концентрация, это у человека, он концентрируется на защищении пяти минут, и главной причиной переключения являются технологии. Вот, и, по-моему, даже есть прекрасная цитата у Павла Дурова, который говорил, что как бы умение концентрироваться, это очень важный навык в современном мире, и тот, кто им овладеет, тот сможет быть достаточно конкурентоспособным. Здесь вообще, вы знаете, такая вещь может быть, что вообще, я думаю, что может быть элита будущая, она будет вырастать из тех, кто умеет концентрироваться и отсечь вот этот вот ненужный сетевой шум. То есть мы смотрим, например, что многие крупные бизнесмены или там гуру какие-то, они не пользуются сетью. Ну, да, это такой тренд, и как бы тоже, так как сеть, она проникает всюду, ты не можешь, грубо говоря, даже устроиться на работу, если у тебя нет в Фейсбуке, или ты вынужден там всегда присутствовать, ну, то есть если ты не в сети, ты многое теряешь. Поэтому будущее, оно, в принципе, достаточно понятно. Все мы будем в сети, и полный как бы детокс могут себе позволить только две группы населения. Первое, это очень богатые люди, вот, у которых есть либо личные помощники, либо у них так хорошо с делами, что они могут себе позволить как бы находиться всегда в физическом мире. либо маргиналы, или там люди с фобиями, которые как бы выкинуты из социального общества. А как бы средняя масса, ну, вот, как бы такая очень хорошая средняя масса, она будет в сети, и ей надо будет каким-то образом нарабатывать навыки сортировки информации, пребывания в информации. Потому что вот про сортировку информации вы совершенно верно сказали. Информации столько много, и она настолько легко доступна, что если мы берем только один критерий, например, важно, ой, интересно и неинтересно, то, ну, практически все, что находится в интернете, мозгу всегда интересно будет. Тем более мозг получает практически от информации такое же, ну, физическое удовольствие, как от еды. Вот. А поэтому как бы очень важно вносить другой критерий, важно и не важно. Вот. А определить, что важно, что не важно, как бы не каждый человек способен именно для себя. Ну, он хотя бы должен представлять какую-то структуру целей. Может быть, для этого нужен какой-нибудь, я не знаю, электронный дядька, электронный гид, который будет за тебя фильтровать внутри, находясь рядом с тобой, стоя над твоим плечом в сети, и говорить, вот это читай, это важно, это не важно. Ну, да, наверное, делаются как бы какие-то алгоритмы, которые будут советовать. Но, с другой стороны, как бы лучше человека, опять же, все советники электронные, лучший редактор, вряд ли кто-то справится, как не вам это знать. Еще, вы знаете, проблема, которая, я думаю, связана с тем, это, вот тоже, что я нашел в ваших текстах, паралич выбора, то, что называется, да? Сеть, она дает нам иллюзию бесконечных возможностей. Вот мне кажется, что это имеет очень большое влияние и нехорошее влияние на всю жизнь, на нашу жизнь. Мы превращаемся в каких-то буридановых ослов, которые стоят между одновременно там десятью копешками сена, пытаются отщипнуть одновременно от всех, и в результате не получают ни одной. Ну да, это то, что Мамардашвили называл эмбриональным состоянием русской души. Ну, в частности, можно, как бы сказать, про любую душу. Вот, обилие этих возможностей. Ну, например, мой коллега, Кирилл Николаев, он рассказывал, у него есть теория цифрового инфаркта, где также человек бомбандирует с огромным количеством информации, из-за этого у него есть сбои там на психологическом или физиологическом плане. У него есть целые тренинги по решению этой проблемы, и в частности он предлагает очень хороший прием, который может попробовать каждый из слушателей. Надо выписать те роли, которые человек играет в жизни, ну, грубо говоря, там, на работе, дома, сын, муж, там, перед Богом, если он верующий, перед самим собой. Соответственно, одна из этих ролей будет виртуальная. После этого человек каждый, напротив своей каждой роли, описывает, как бы, цели этой роли, ну, то есть где-то там. И те факторы, которые ему, например, не нравятся в этом поведении. И после такого анализа человек уже может понять, зачем он, что он делает в хите, какие у него цели, и если он, как бы, не знаю, либо держать это перед взглядом, либо всегда помнить об этом, он может изменить свое поведение, в том числе и в виртуальном пространстве. Вообще, понятие цели и полагания, опять же, это из приемов личной эффективности, сейчас в последнее время стало очень важным, очень важным навыком. Мы можем видеть много сервисов, приложений, которые на этом основаны, и люди, как бы, они понимают, что такой хаос информационный, он обязывает человека выстраивать личную стратегию поведения очень строго, а не у всех есть этот навык. Ну да, здесь, конечно, нужно понимать четко, читая каждый текст, читая каждую какую-то байт информации, для чего ты это читаешь, то есть включить такую телеологию в твое целеполагание, в каждую вещь, которую ты делаешь в сети. Тут знаете, какой момент интересный, потому что в последнее же время мы и работаем с информацией, и отдыхаем с помощью информации. Мозг, он напряжен. Иногда как бы очень, ну, очень доступная и легкая информация, ей можно, в принципе, правда отвлечься и отдохнуть. С другой стороны, ну... Как инфотейнмент это называется, да? Ну, вот эти все легкие статусы, и вряд ли вы в перерыве, там, пяти минут на полейте читать «Войну и мир» или еще какую-то сложную книгу, ну, потому что в нее надо входить. Ну, в этом плане, да. Это какие-то цели. Ну что же, о наших-то целях, нашего пребывания в сети, о том, как мы тратим время, качественно ли мы проводим наше время в сети, и что с этим делать, поговорим после перерыва. И снова добрый вечер. У нас в гостях сегодня исследователь компании «Радость понимания» Дмитрий Соловьев, и говорим мы о цифровом детоксе, о медиаскетизме, о том, как нам уйти от всеобъемлющего, всепроникающего информационного шума, который в уходящем году, в 2013 году нас окружал. Потому что мы стали в какой-то степени... Вы знаете, вот, Дмитрий, вспомню, я немножко с опозданием, ну, так скажем, студенты научили. Студенты меня подсадили, не подсадили, ну, мы смотрели вместе с ними такой сериал «Черное зеркало», «Black Mirror». Вот, очень интересно, очень всем рекомендуют, такой достаточно маленький, там всего шесть серий, по-моему, вышло британский сериал, они всего там три, в сезон три серии. И вот «Черное зеркало» — это, собственно, экраны. Экраны компьютеров, экраны смартфонов, экраны телефонов, экраны айпадов. И там говорится о том зле, о том социальном разрушительном действии, которое приносит информационные технологии в нашу жизнь. Так вот, какой я хочу вопрос задать. Технологии вообще, вот это «Черное зеркало», они нейтральны? Они нейтральны по отношению к человеку? Они являются орудием человека, или они, наоборот, начинают управлять человеком? Как вот предполагает этот сериал. Хороший вопрос, да, спасибо большое. По-настоящему технологии, они не нейтральны. Но, как говорил Дуглас Рашков, известный медиа-аналитик западный, в своей книге «Программа у бипрограммит», ну, либо программируй, либо будешь запрограммирован. А, программа у бипрограммит, да, или программируй, или будь программируемым. Он говорил о том, что одно из главных ошибок людей, которые мы относим к технологии, то, что технологии мы воспринимаем как нейтральные инструменты. Ну, знаете, вот известная российская поговорка, что, как бы, топор, он нехороший и неплохой. Там можно кого-нибудь побить, там можно дом построить. Да, 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 я вот это и спрашиваю. Технологии по-настоящему обладают таким, как бы, эффектом, но по-настоящему это те чёрные ящики, которые мы не знаем, что внутри. Но, как известно, любой чёрный ящик кто-то построил. И, конечно же, его построили для каких-то целей. Соответственно, Дуглас Рашков говорит о том, что современная медиаграмотность, которая очень важна в современном мире, для того, чтобы эффективно существовать или, там, понятно существовать для себя самого, ну, как бы, отдавать отчёт, она основана на том, чтобы понимать, кто сделал эти технологии, какими алгоритмами они управляются, потому что алгоритм — это такая невидимая структура, которую мы не видим. И по-настоящему, если мы посмотрим любой сервис, от Фейсбука и Гугла до каких-то технологических сервисов, все они преследуют, ну, чьи-то цели. У Фейсбука, ну, и если раскидывать по целям, у Фейсбука цель, как бы, удержать вас, дать вам больше информацию, чтобы вы больше провели на сервисе, чтобы продать вас эффективно своими рекламодателями. То есть цель удержания аудитории с целью дальнейшей её перепродажи рекламодателями, да? Ну да. У Гугла задача побыстрее вам дать нужную информацию, не отвлекая вас на какие-то посторонние, чтобы вы нашли очень быстро то, что вам нужно. Соответственно, вопрос то, что вам нужно, решает тоже машина. Вот. Ну, и Дуглас Рашко говорит о том, что, как бы, алгоритмы, они вводят нас своими путями, и как раз человеку нужно усилие для того, чтобы с этого пути сойти. Потому что, например, есть такие мелочи, которые очень сложными мелочами назвать. Вот Джерон Ланир, известный техноисследователь, который придумал термин «виртуальная реальность», он говорил о том, что такие сервисы, как Facebook, например, они моделируют очень сложные процессы, типа дружбы, типа социальных каких-то явлений, даже, может быть, политических. Конечно, Facebook-революции так называемые были, да. Да. И понятное дело, что модель — это упрощённая какая-то форма, и с точки зрения науки даже и социальной, и физиологической мы ещё не полностью понимаем, как социологические какие-то процессы работают. Соответственно, во-первых, первая ошибка и первое нарушение происходят во время того, как вы начинаете делать из реальной жизни модель, а вторая ошибка состоит в том, что, может быть, какие-то дизайнерские решения, которые вы делаете, они могут сильно повлиять на эту модель. Ну, то есть, например, всем известно, что Facebook выдаёт и формирует ленту вашу в зависимости от ваших предпочтений. Ваши предпочтения, он выбирает не залазить вам в мозг, а следя за вашими действиями, что вы лайкаете, что вы комментируете. Соответственно, например, кнопка «Мне нравится» даже на вербальном, на уровне смысла, она говорит о том, что с кнопкой «Мне нравится» сложно отметить какую-то трагедию или катастрофу. И, скорее всего, просто важные новости, плохие или неплохие, ну, в основном какие-то негативные, они вряд ли попадут в... То есть создаётся пространство облака позитива вокруг человека. Ну, либо облака позитива, либо то облако, с кем вы уже согласны. То есть это такой эффект эхо-камеры, когда вы говорите сами с собой, как бы ваш информационный бабл, ну, в информационный фильтр ваш заранее не попадёт та информация, с которой вы вряд ли бы согласны. И, например, если вы открываете газету, ну, волей-неволей вы пролистаете и узнаете то, что туда вставил редактор. Вирусный редактор, он же вам даст только то, что попало, исходя из ваших предпочтений. И принцип серендитипности, когда вы можете получать случайное открытие, случайной информации, он уменьшается. Как ещё раз принцип называется? Серендепити. Серендепити, да, по-английски? Да, не знаю, новое слово. Видите, на исходе года узнал новое слово. Надо будет посмотреть его ещё, погуглить. Ну да, и получается, что вот как бы алгоритм Фейсбука так построен, что мы получаем ту информацию, которая нам нужна, да, и каждый человек в своём вот этом таком вот closed garden, да, оказывается, в своём замкнутом садике и, собственно, глядит на одни и те же камни, на одни и те же дерева бонзай вот в этом замкнутом садике. Фактически. Ну, а это же значит тогда, что Фейсбук как бы неправильно моделирует реальность, да, создаёт у нас ложную модель реальности. И иногда настоящая реальность может вторгнуться и, собственно, очень сильно потрепать человека. Ну да, либо у молодёжной, ну, в молодёжной среде, например, можно понять и увидеть тренд, когда человек, он уже не хочет получать эту информацию, с которой он заведомо как бы не хочет сталкиваться. И он дистанцирует себя от политики, от благотворительности, от проблем там каких-либо инвалидов, ну, вообще любых проблем подписывается на какие-нибудь позитивные паблики и получает только то. Ну, просто это было всегда и вообще практически обо всём, о чём мы говорим сейчас, это было всегда. Просто технологии, они как... они очень сильно это усилили. Да, действительно, большие. Но и сеть в этом смысле как бы обособляет нас, да, из нас делает такие вот отдельные единицы, которые всё больше отделены друг от друга. Ну да, вот, например, после скандала с призом, когда всем известно стало, что за нами следят, хотя как бы, ну, правительство и это не особо скрывало, и понятное дело, что такие большие структуры, они будут вот этим заниматься, и в два раза повысилась популярность анонимного поисковика DuckDuckGo, который, в принципе, сделан на том же гугле, пользуется тем же гуглом, но там не сохраняются куки, и всегда... Следы, следы не оставляют. И в выдаче всегда как бы... Ну, то есть, грубо говоря, тот автор, кто придумал этот термин, filter bubble, он приводил пример, что у разных людей при одинаковом поисковике, например, там, трагедия в Чёрном море, у одних выпадала какие-нибудь цены в акции BP, а у других выпадала та причина, почему эти цены человек сетевой, человек заинтегрированный, он уже стал рабом сети? Можно ли так сказать? Думаю, нет. Пока нет еще. Думаю, как бы... Вот есть же в проблеме медиаскетики, вообще в проблеме медиаграмотности, как бы, одна из проблем детства, потому что, например, если 14-летние дети, там, 16-летние подростки, они, в принципе, даже лучше нас понимают, что это происходит, то, когда ребенок начинает социализироваться, вот, из того момента, когда он только попадает в взрослый мир, скорее всего, он тоже познакомится с интернетом, и, может быть, детей вот как бы и надо обучать вот этим азам. Взрослый человек, конечно, он это... Ну, на каком-то уровне он понимает. Просто степень осознанности у нас, конечно же, мы не всегда прям в такой степени осознанности находимся, что иногда мы попадаемся на какие-то ловушки. То есть, в принципе, мы говорим о обычных вещах, но это такая гигиена, у которых... у кого-то лучше получается справляться. Кто-то об этом даже и не задумывается, и это так дихелует. Но просто иногда бывает, мы попадаем в какие-то ямы такие. Ну да, цифровые ловушки. Но вы знаете, я все-таки со своей стороны думаю, что недалек уже тот момент, когда люди будут в каком-то смысле уже жить в сети. Я вспоминаю один из эпизодов вот этого сериала Black Mirror, когда там есть пара влюбленных, и молодой человек проводит, ну как, я думаю, знакомая картина постоянно время в сети, так сказать, не идет, там девушка зовет его есть, ужинать, он сидит на какие-то статусы отвечает, вот, и он погибает в автокатастрофе. И она безутешна, и ей поступает от какой-то неизвестной анонимной компании предложение, как бы воскресить этого молодого человека по его сетевым следам, по его статусам, по его мейлам, по его лайкам в сети, вот, и они создают некий виртуальный образ этого молодого человека, то есть фактически его идентичность существует в облаке, его идентичность существует в сети, и она уже с ним может, и затем они генерируют его голос, и она с ним может говорить уже, так сказать, погибшим человеком по телефону на основании его сетевых статусов. И это такая вот как бы фантастика, которая меня немножко так холод по спине пустила, то есть фактически наша идентичность может оторваться от нашего тела. Андрей Мирошниченко, известный частый гость нашей студии тоже, да. Рассказывает про этот, хоже, он говорит, что следующим этапом в принципе будет тот алгоритм, который будет снимать с нас обязанность самим ставить лайки и писать комментарии, потому что, например, того же Дугласа Рашкова в книге «Шок настоящего», у него есть один из шоков настоящего о том, что человек, как бы, у него происходит эффект множественного присутствия. Мы вынуждены присутствовать и в реальном мире, и в виртуальном мире, а ресурсы нашего сознания, ну, они не бесконечны, где-то мы теряем, где-то мы больше вкладываемся, соответственно, человеку нужны помощники, потому что надо, если я буду с вами сейчас разговаривать, то вряд ли у меня получится отвечать на Facebook-сообщения, хотя они тоже важны. Как, скажем, как на Форексе люди, да, там играют, у них роботы работают. Ну, да, а Маршал Маклюин, например, как бы, один из известных теоретиков и медиа, он рассказывал, что технологии, они атрофируют какие-то нхавыки, которые мы замещаем. Ну, то есть, грубо говоря, если вы ездите на велосипеде очень часто, то ходить вы уже не будете или на машине. Вот, соответственно, выместив... Думаю, да, скорее на машине лучше, да, да. Выместив свои навыки в сеть, ну, например, позволив машине ставить за себя комментарии, лайки и все остальное, как бы, человек тоже может что-то потерять в психике своей. А что дальше вообще будет? Какой следующий? Значит, следующий шаг, видимо, какие-то машины, да, алгоритмы, которые за нас будут ставить лайки и писать статусы, да, автоматически за нас, наверное, там чекиниться куда-то, я не знаю, может быть, автоматически фотографировать еду перед тем, как начать ее есть и выкладывать тут же в Инстаграм и так далее. А что дальше? Ну, вот... Биореволюция? Какие-то разъемы в затылок? Вот если смотреть то, что сейчас уже происходит, это как бы есть такие три большие тренда, когда люди пытаются каким-то образом совместить технологии с физическим телом, ну, появляются механические руки, но это самое начало. Вот. Если смотреть форсайты агентства стратегических инициатив, у них до 2045 года прописаны как бы те этапы, которые проходят, и начинается с того, что машина обвиняется с человеком, потом психика выносится, как бы, уже может существовать отдельно от тела, и следующий этап является как бы появление каких-то лесов сознания, когда человеческая психика, как, ну, наверное, самый простой пример, это как мухуравьи или пчёлы, то есть уже практически индивид, он мало начинает значить, и в этом плане может быть как бы борьба философской понятии и личности, она может совсем, ну, как бы, совсем потеряться. То есть что, коллективное сознание такое сетевое? Ну, это будет удобно, это будет давать конкурентные преимущества многим для общества и для стран, и в частности человек как бы, ну, мы уже сейчас это видим, что, как бы, личный вклад в какое-то явление, он важен, вот, но очень часто мы пользуемся плодами именно коллективного разума. Ну, да, какой-то такой мир 2.0, от которого, кстати, очень сложно потом, да, он тоже обладает своей какой-то токсичностью и своей наркотизацией, потому что, чем больше ты сам вложил, да, в какой-то сервис, в какую-то сеть, тем сложнее тебе из этой сети выйти, потому что вот это ты создал коллективный разум, и ты уже не можешь от этого разума избавиться, ты являешься его частью. Ну, да, это как раз один из законов сетевой зависимости принципов Метхлафа, когда, грубо говоря, вход в сеть стоит рубль, а выход 2. Вы уже не можете оттуда выйти, потому что вы много вложились, и вы вынуждены пользоваться тем, что у вас присутствует там. Ну, и здесь, я думаю, вообще, в каком-то смысле, может привести к тому, что мы избавимся от тела собственного, да, если у нас будет наша идентичность, наше сознание, наша мысленная деятельность происходить где-то в облачном сервисе каком-то, в облачной сети, то это может существовать отдельно от тела. Ну, можно об этом помантазировать, и, в принципе, может быть, к этому всё и приведёт. С другой стороны, всё-таки многие удовольствия, которые человек получает, а если мы говорим об удовольствии, об инфотейменте, это как бы те вещи, которые всегда будут спонсироваться, то всё-таки человек их получает через тело, и как бы вряд ли мы от тела своего откажемся, скорее всего, оно модифицируется, и в этом плане медиа-аскетика превратится в техно-аскетику. Ну да, отключение от технологий, об этом поговорим после перерыва, но в целом, вы считаете, что вот эта вот биореволюция, она вообще изменит человеческий тип, саму антропологию человека, и надо ли нам ей противиться, или надо это всё как бы принять как неизбежность, то, что начиналось с гугл-гласса, закончится тем, что у нас был чип, и действительно мозг будет напрямую подключён в сеть? Ну, во-первых, надо начинать об этом говорить, осознавать об этом, потому что если сейчас мы решаем довольно-таки простые проблемы личной эффективности или ещё чего-либо, то в будущем это уже будут как бы осмысления более, и уже это не будущее, это практически уже реальность, поэтому как бы первое, надо говорить об этом, может быть, вырабатывать какие-то правила, какие-то советы, и, конечно же, как бы личность изменится, кардинально, конечно, вряд ли изменится, но мы будем оставаться льходьми, правда, это уже будут гибриды техники и человека. О правилах и советах цифровой гигиены поговорим после перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология» последняя в этом уходящем годе, осталось у нас буквально считанные часы до нового 2014 года, и подводя итоги уходящего 2013-го, мы говорим о тех вещах, которые так значили много в нашей жизни, в данном случае это сеть. Время, проведенное в сети, время, проведенное в интернете, в гугле, в социальных сетях, в фейсбуке, в контакте, одноклассниках. И наш гость сегодняшний, исследователь компании «Радость понимания» Дмитрий Соловьев считает, что необходима некая новая цифровая гигиена для того, чтобы попытаться что-то противопоставить вот этому информационному шуму. Медиаскетизм. Дмитрий, расскажите, что такое медиаскетизм, что вы под этим понимаете, и как нам всем попытаться противостоять этой матрице, которая овладевает нами? Термин медиаскетики появился где-то три года назад, он появился в форме шутки, когда я нарисовал в ЖЖ сайт, назвал его «Недиаскет», и этот сайт рассказывал о тех способах, которые используют различные аскеты, будь то буддист или христианин, для того, чтобы отвечать на какие-то вопросы. Ну, то есть, например, озабоченная мама спрашивала у моего пятилетнего сына и пять тысяч друзей в Фейсбуке, что это означает. Монах делился советом, как поставить в голову упорный фильтр, не прибегая к технологиям для того, чтобы фильтровать информацию. И в этом плане шутка выросла в исследованиях, соответственно, люди стали как-то откликаться на этот термин, хотя термин довольно-таки непростой, потому что само понятие аскетика, люди понимают это как мы должны убежать от технологий, запретить себе, хотя, с другой стороны, этот термин означает совершенно другое. Этот термин говорит о том, что мы должны разумно использовать технологии, совершенно не отказываясь от них, просто понимая, как они работают и как они на нас влияют. В этом плане digital detox, тот термин, который тоже был очень популярен в уходящем году, хотя слово selfie, оно опередило его, вот, и стало словом года. Digital detox это как раз явление, когда человек отказывается от использования этих технологий на какое-то время, на день, на ходу полностью, вот, и в этом плане digital detox может быть как инструмент медиаскетики. А как это практиковать в каких-то местах или в каких-то, на какие-то периоды временные, вот этот digital detox? Это что, полное отключение от сети? Что, от компьютера, смартфона? Как с мобильным телефоном быть? Принимать ли звонки, смски? Ну вот, если в самом начале, конечно, когда термин появился, говорили о полном отключении, мы можем увидеть, как люди отключались от сети, ну, именно от сети, не от компьютеров, как бы, если же журналист отключается от сети, он не может работать. Вот, редактор The Verge, Пол, он отключился на целый год от интернета, ну, понятное дело, он пользовался флешками, писал, и, конечно, это было очень сложно. Если в самом начале было первые два месяца... Пол Миллер, по-моему, да? Пол Миллер. Если первые два месяца он совершенно радовался новым возможностям, читал огромные книги толстые, греческую литературу, ходил, гулял, то в конце это оказалось очень сложным явлением, вот, он практически потерял все контакты, все связи, и он говорил, что интернет лишил его возможности, самое главное, общаться с людьми, и как-то назначать быстро встречи. Не интернета, а отсутствие интернета. Ну да, отсутствие интернета, и он вел такую, в последние месяцы вел жизнь, там, сидел перед телевизором, играл в компьютерные игры и смотрел кино. Ну, то есть, да, дейджетал детокс, цифровой детокс хорош в меру. Ну да, это как вот то, что с нашими пенсионерами тоже иногда происходит, вот, когда человек был вовлечен в работу, был всем хужен, и после ухода на пенсию через какое-то время он начинает сильно задавать, потому что он понимает, что он сильно отключен от социума. Это же ведь чувство нужности. Сеть, она постоянно подтверждает тебе, что ты нужен, ты востребован, у тебя есть друзья, твои статусы лайкают, с тобой шерятся чем-то. Это ведь странная, конечно, здесь диалектика. С одной стороны, вроде как социальная атомизация, мы говорим с этим черным зеркалом, с экраном, говорил сами с собой. С другой стороны, все-таки сеть нам подтверждает наше существование. Мы же не можем постоянно ходить и видеться со всеми. Сеть, она решает очень простые потребности, то есть быть в социуме, получать от социума ответ. Но в этом плане тоже есть какие-то определенные угрозы, так называемый эффект аудитории, когда в сети мы с вами общаемся, и нас слышит довольно-таки много людей. и мои слова, которые я сейчас говорю, скорее всего, они направлены не только для вас, они направлены для слушателей. Да. Вот. Поэтому я не могу себе позволить уйти в какие-нибудь изыскания, в философствование. Скорее всего, мне надо говорить в ограниченное количество, ну, в период времени сказать наиболее важную информацию. В этом плане, когда мы говорим про критическое и аналитическое мышление, тут все отлично. Я выбираю, о чем говорить, что говорить, и в этом плане сеть, она помогает. С другой стороны, Лев Лурье, известный писатель, он говорил о том, что есть два вида. Когда ты обращаешься к аудитории, и когда ты обращаешься к пустоте. И как раз настоящее творчество, оно рождается в те случаи, когда человек не ждет ответа, он обращается к пустоте, в это время он не фильтрует информацию, он не работает на собственный статус, на собственную популярность, и поэтому эффекта аудитории, он может нанести негативный эффект, быть негативным эффектом. Говорит с вечностью, да. То есть заранее мы будем стараться угодить нашей референтной группе, и если в Фейсбуке все ругают политику, ну, скорее всего, вряд ли мы что-то скажем, хотя в личной встрече, может быть, мы сказали совершенно больше. Поэтому публичное высказывание это такой довольно-таки ограниченный срез. Давайте поговорим еще о digital detox, о медиаскетизме. Я думаю, можно для людей в общении создать какой-то свод нехитрых правил, которым всем стараться следовать. вот уже у нас последние минуты, да, перед Новым годом люди думают, что они будут делать в Новом году. Вот, например, я попытаюсь в следующем году для себя взять за правило полностью отключаться от сети во время общения с человеком, во время разговора с человеком. Как часто я замечаю, что ты общаешься там с близким другом, с подругой, с человеком каким-то, а в руке у тебя там в двух руках два телефона, и ты как бы в полгляза глядишь. Вот мне кажется, что нужно оставаться с нашими девайсами только когда ты наедине с собой. Ну, по мере возможностей, да, то, что вы сейчас назвали, это называется фабинг, новое слово. Фабинг. Да, когда человек раздражается из-за того, что его собеседник находится не здесь и сейчас, и не общается с ним, а вместо этого он смотрит в девайс, и живет как бы на две жизни. Параллельной жизни. Да, соответственно, в семьях, например, довольно-таки популярный эффект, просто люди стали очень больше проводить времени в сети, из-за этого, например, можно увидеть известную картинку, когда прекрасный вечер дома, все уткнули в свои экраны. Да, да, я не знаю, как реагировать, ну, хорошо это еще, ну, не хорошо, не хорошо, когда параллельно, да, ты, близкий человек, одновременно каждый сидит со своим там смартфоном, второй человек со своим там айпадом, вот, вроде как вы, не знаю, бывают люди с книжками сидят, каждый с своей книжкой, а вот когда ты с кем-то говоришь, да, а твой собеседник в это время косится в экран или даже еще что-то там одновременно лайкает или отвечает, вот я не понимаю, что делать, вроде человеку замечаний не сделаешь, но это настолько неприятно, что он не присутствует с тобой в момент разговора. Вот тут, конечно, очень сложные моральные какие-то. Вы знаете, вот еще я видел игру такую в Америке, это, по-моему, водят молодые люди, когда они идут, скажем, на ланч вместе или на ужин, они все мобильные телефоны складывают в одном месте с топкой и сидят, и вот у них уговор, никто не пользуется своими мобильными телефонами. Да, и первый, у кого кто достанет телефон, тот платит за всю компанию. Да-да-да, кто ответит на звонок, кто не выдержит, да, кто захочет смотреть свой статус, тот платит за всех. В этом плане, кстати, интересная практика Digital Shabbat, когда вводят правила не пользоваться устройствами с пятницы вечера до субботы вечера в семье. То есть можно завести какой-нибудь специальный ящик или конвертик, сложить туда все самым артфоны, убрать их в ящик, ну, в другой, и наслаждаться чистым общением. Ну, не обязательно ортодоксальных иудеев, да, шаббат соблюдающих. Именно такой вот. Это просто назвали так, потому что вот по аналогии. Ну да, вы знаете, интересно, действительно, один день в неделю попробовать обойтись без, ну, не знаю, там, мобильные телефоны, может быть, все-таки есть неотложные какие-то вещи, но, скажем, без сетевых таких дел, да, без социальных сетей, без просмотра интернета. Я думаю, что надо было бы попробовать. У меня есть, как бы, наверное, пожелание или там совет по возможности для лихудей, которые они могут в новом году попробовать. Собственно, Digital Detox это та практика, которую на себе может попробовать каждый, и по-настоящему, ну, после него вы станете немного другим. И довольно-таки положительный эффект он хосит. Не обязательно полное отключение, вы можете просто проанализировать те сервисы, которые влияют на вас больше всего, где вы проводите там 90% времени, ну, то есть для кого-то это будет в Facebook, для кого-то будет чтение новостей на ленте.ру или на каком-нибудь другом сайте, для кого-то это будут там онлайновые игрушки какие-либо. Выявить вот это наиболее максимальное время, где вы проводите те ресурсы и отключиться от них. Отключиться можно там на 5 дней, на неделю. Кому-то на 3 дня уже достаточно будет. В этом плане появляется очень интересный эффект. Во-первых, у вас появляется много свободной информации, много свободного времени, вы останавливаете автоматические реакции свои, и получается, что, ну, даже если вам будет скучно и без информации, вы пойдёте искать её в другом месте, и вы уже обогатите себя. С другой стороны, вы можете вести дневник наблюдения, вы можете анализировать и рефлексировать по тем чувствам, которые вы испытываете, просто увидеть, насколько вы сильно зависимы или не сильно зависимы, вот, и такая практика, ну, я периодически отключался с Фейсбуком на неделю, по-настоящему ты приходишь, что-то тебе даже как во время поста, тебе не хочется возвращаться и начинать есть мясо, например, заново. Ну да, некое такое сравнение с постом, может быть. Да, в этом плане, кстати, очень интересный момент, если вас оно туда тянет, если, например, мы говорим о Фейсбуке, вы можете повесить картинку и на всю свою аудиторию сказать, друзья, извините, я на неделю ушёл, вот моя почта, вот мой телефон, если нужно, звоните. И тут происходит интересный эффект, та сила, которая тянула раньше вас в сеть, все люди, она будет, наоборот, мешать вам туда войти, потому что, как только вы войдёте туда, вы наручите своё обещание, а как же, вам же важна ваша репутация, и поэтому эту неделю вы довольно-таки легко пройдёте, а в конце недели, когда вернёте, вы обнаружитесь под своим постом там 50 лайков. Ну да, это такие большие репутационные сдержки, если ты сам свою добровольную схему нарушишь. Ну это можно попробовать, да, и это довольно-таки интересный опыт. Ну вот как раз сейчас, да, на новогодних каникулах вообще многоше разных постов можно придумать, я не знаю, по крайней мере, вот то, что даже у нас там считается почему-то такая практически принудительная алкоголизация во время Нового года, почему вот такой вот алкогольный пост, ну там за исключением, да даже и в новогоднюю ночь, почему это так всё обязательно объявить. Но мне кажется, что даже сейчас не влезая, да, в алкогольные вопросы и вопросы там неумеренного еды, питья во время этих праздников, попробовать сделать вот такой вот цифровой детокс и у себя статус вывесить, что я там, скажем, до 8 января или для кого-нибудь, до 13 января буду недоступен в сети. Вот, может быть, люди больше общаться начнут друг к другу, кто-нибудь там договориться, встречу сделает. Ну, вы знаете, ещё мне кажется, что можно очень много добиться то, что мы будем создавать пространства, публичные пространства, свободные от сети. Я, например, очень приветствую всегда создание таких пространств, ну, например, я не знаю, в концертных залах. Очень важно, чтобы, особенно во время концертов классической музыки, чтобы не звучали звонки мобильных телефонов, чтобы ставили глушилки, грубо говоря. Ну и вообще, чтобы не наблюдать, сидишь в концертном зале Чайковского, скажем, и смотришь, что там, я не знаю, пара десятков скучающих людей, в это время там проверяет свой фейсбук, глядя. И вот если бы включить глушилки тотальные, это не только на Wi-Fi, чтобы они не брали и вообще внешний сигнал мобильных сетей. Вот, мне кажется, это было бы здорово. Так же, как и в больницах. Я думаю, 90% наших слушателей сейчас очень возмутились, потому что это ограничивает их свободу. Вот, и, конечно же, такие радикальные меры, ну, это же кто-то должен принять это решение, а во-вторых, как бы... Оно есть, кстати, в Базаре Чайковского, по-моему, иногда полностью исчезает. если говорить по классическому музыку, да, а если брать какие-то публичные пространства, где есть свобода выбора, то есть, если это не прописано, ну, если вы имеете доступ, возможность доступа в интернет, то вряд ли кто-то сможет вас ее отобрать. Ну, это вопрос, мне кажется, договоренности, некий вопрос какого-то клубного блага. Иногда тишина, да, и групповая работа, и групповая концентрация являются большим благом, чем доступ в интернет, чем частный доступ в интернет. Вы знаете, вот я провожу со своими студентами эксперименты иногда и предлагаю договориться. Вот у нас есть такие периоды интенсивных таких брейнстормов где-нибудь в зимней школе, тем более мы находимся в зимней школе. Я говорю, ребята, давайте, вот тут у меня стоит Wi-Fi роутер, я сейчас отключу Wi-Fi на то время, что мы сидим в классе. И вот мы не пользуемся в течение двух или трех часов ни Wi-Fi, ни интернетом. Мы работаем друг с другом, мы говорим друг с другом, мы смотрим на доску. То, что вы говорите, вам нужно какие-то там посмотреть слова, термины важные, ничего, запишите на бумажке, закончится этот период, посмотрите эти слова потом, их значение или там какую-то статью в Википедии. И вы знаете, очень часто это работает и интерактивность гораздо больше. Мне кажется, что вот таких вот конвенциональных пространств, где люди договариваются, совместно договариваются не пользоваться интернетом, быть вне сети, оно должно расти. Вот, Сергей, вы совершенно правильно сказали, потому что, например, у себя в компании, когда мы проводим воршопы, когда люди собираются там на день или на два для того, чтобы быть полностью включены в работу, вот как раз самый главный убийца рабочего пространства и времени, это интернет. Поэтому у нас есть специальные коробочки, куда мы советуем людям складывать эти телефоны, вот, для того, чтобы как раз, потому что, когда все включены, когда все работают, мысль, она держится, она передается, стоит кому-то отключиться, ну, как бы рушиться, может быть, у всех и все. Вот. поэтому это важно, а в этом плане, кстати, можно посоветовать, например, нашему государству, ну, нашему государству может быть сложно что-то советоваться, но, например, брендам каким-то они уже находятся на этом пути, когда они внедряют бонусы тем людям, которым не пользуются. Ну, то есть, например, если ты не пользуешься мобильным телефоном в кафе, тебе там 15-процентная скидка. Digital Talk, собственно, начался с того, что туристические операторы предлагали людям специальные туры, которые без мобильных телефонов и без интернета. То есть, например, номер без Wi-Fi, скидка 20%, плюс специальные там йога или детокс программы. Классно. Да, вот это здорово. Ну, да, и это понятно, потому что, ну, во время рабочего своего периода вряд ли можешь отключиться от интернета, поэтому это явление, оно появилось именно... В связи с туриндустрией. предложение туроператоров. И, кстати, вот есть Digital Detox Camp в Калифорнии, куда приезжают и SEO, и программисты обычные. Вообще на Западе довольно-таки популярный тренд. Они оставляют телефоны на три дня и живут как бойскауты. Да, потрясающе. Ну, то есть, да, какие-то, наверное, кемпы есть, ретриты такие, да, типа как буди-буддистские ездят, и люди-то ездят в ретриты такие. На Западе вообще в Америке сейчас очень популярный рост третинисанса медитаций и практик, связанных с мозгом, так называемый mindfulness. Ну, то есть, их можно перевести как практическая осознанность. Но оно распространено у как бы техногиков, у тех людей, которые там по своей обязанности должны работать с большими объемами информации, и они понимают, что им надо как-то отдыхать эффективно, как-то очень быстро работать, вот, и поэтому они используют какие-то практики с мозгом, работают, концентрация и медитируют. Ну, что же, в завершение нашего эфира, в остающиеся часы до Нового года, хочу, что вам сказать, давайте управлять технологией, да, не то, чтобы технология управляла нами, как она все больше это делала в 2013 году, а чтобы мы были хозяевами технологии. Не надо от нее целиком отказываться, надо быть ее владельцами, надо быть ее хозяевами. И давайте попробуем все наш собственный цифровой детокс, да, вот как говорят афонские монахи, что даже неделя, проведенная в монастыре, она изменяет ваш внутренний опыт, ваш внутренний мир на всю оставшуюся жизнь. Не знаю, давайте попробуем провести неделю без интернета, вот эту вот новогоднюю неделю вне сети. Посмотрим, что из этого получится. Может быть, мы выйдем 8-го, 15-го января совершенно другими людьми. Ну, а пока еще это не наступило, в уходящие часы этого года я хочу поблагодарить нашего гостя и следователя компании «Радость понимания» Дмитрий Соловьев. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Всех слушать и с наступающим. С наступающим хочу поздравить от нас всех, от имени нашей команды, от программы «Археология», ее продюсера Юлии Никуловой, от меня, Сергея Медведева. С наступающим Новым годом! Это была программа «Археология», это была радиостанция «Финам-ФМ». С наступающим